Всем доброе утро! Что там у меня с голосом? Я только проснулась. Мои еще спят. Я проснулась, умылась, накрасилась, кофе сижу пью. Что-то мне завтракать не хочется, если честно. У меня болят десны ужасно после соматолога. Я прям все чувствую деснами. Это какой-то ужас. У меня мысли о том, что надо что-то есть, прям, не знаю, гонять в меня тоску. Наверное, надо и парафена выпить, чтобы эта боль прошла. Но врач предупредил, что будет болеть. Он сказал, что будет сказать, что сегодня десна ныть. Потому что там в зубе нечем болеть. Но, блин. Короче, пока сегодня, наверное, без завтрака. Да, зато обед сделаем все королевский. Надо что-то мягкое себе приготовить. Тушеный мой, что вообще сделать? Посмотрим. О, у меня же фасоль есть. Вчера, кстати, фасоль из банки отлично зашла. Она мягенькая. И овощи у нее тоже мягенькие. Это прям то, что надо. А огурцы было трудно жевать. Вот, поэтому сегодня вечером, наверное, сделала все-таки салатик. К вечеру пройдет у меня все уже, я надеюсь. Вот, ну что, начинаем новый день. Вы со мной? В обед на работу купила себе огромный азербайджанский помидор. Соскучилась по ним ужасно. И взяла себе еще винегрет. Отличный винегрет. Не такой, как в теремке, а такой, какой должен быть. С капустой, с горошком, с картошкой. И шикарных. Я бы себе купила в пятерочке. Забыла все это снять. И на работе я снимаю молча. Потому что это никого не касается на моей работе, что я делаю. Вот такой у меня шикарный получился обед. Ой, я пришла наконец-то домой с работы. Там так душно и влажно. Вроде дожди обещали, но не дождей ничего. Вроде как 22 градуса или 24. А по факту просто ужас. Ужас и кошмар. Я разделала, чтобы тут себя не буду пока перекусывая. Вот положила себе фасоль с вашей. Огурец мой любимый. Что-то у меня десна уже почти не болит. Это хорошо. С одной стороны, с другой стороны как-то не должно так быстро все проходить. Ну да ладно. Поэтому фасоль, огурец ну хлеб взяла, если с фасолью и кофе с молоком. И буду сейчас смотреть кинцо. Вот так вот. Пока у меня сын на гимнастике. Хочу исследовать торговый центр на предмет чижика, на предмет овощей. И может я так проще зайду. Как я вот эту штуку не люблю. Стараюсь всегда по ней быстро пройтись вниз, чтобы на стоять не ехать. Но все время кажется, что если бы стоять я кувыркнусь и шлепнусь. Вот он наш чижик залетает. И сейчас мы залетим. А вот тут еще какой-то чеснок. Тут, наверное, тоже овощи есть. Ну ладно, сначала в чижик пойдем сходим. Посмотрим, что тут есть интересного. Я помню в прошлый раз, когда тут была, тут прям совсем было слабо с овощами. Где тут они? Да, вот их тут прям совсем чуть-чуть. Вот это, собственно, я так понимаю все. Огурцы, помидоры, лук, морковь, картошка. А вон еще кабачки под 99. И все. Ну такие только, если еще овощи есть. Мне кажется, что этой капусте воды больше, чем капусты. Все, все. Ну и все, в принципе, еще только, как это называется, консервы овощные. Но это меня не интересует. Пошли теперь в Стафорда посмотрим, что там. Ну теперь давайте посмотрим, что это за чеснок. Что-то прям ого-го, какой огромный. И выглядит вполне прилично так, хотя бы совсем пустой. Как-то непривычно немножечко так, когда заходишь в супермаркет, и никого нет. Как это. Зомби-апокалипсис. Ноль людей. Я последний выживший. Надо было взять тележку и все-всегда сгребать в нее. Так, ну пацаны, меня интересует то, что у нас сейчас не выживание. Меня интересует сейчас только ваш номер один. И пока что я его не вижу. Зато я вижу выпечку. Ням-ня-ня-мала-кулака. Ай, все кетчупы. О, кстати, кетчуп тут недорого по сравнению. Ой, вот этот прям хороший. Мне очень нравится. Ладно, где здесь овощи. Чувство... О, вижу капусту с картошкой. Значит, и такие овощи где-то должны быть рядом. Ага, они с той стороны почему-то. Ну, пошли, зайдемте. О, капец холодина. Ужас. А, они выключили. А то был еще, да. Ой, муж какой. Мышмар. Был еще не ехать. Обалдеть. Если хочешь быть здоровым, закаляйся. Ага. Так, написано сельдерей. А тут уже дружка и укроп. Короче, овощи тут. Вот 100 баклажан по 127. Ну, сельдерей-то. Где сельдерей? Я вижу, вижу только... Ваня, ваня лежит. А, вот сельдерей. Да, я же говорю, что это не сельдерей. Я видела, я говорю, что это зеленое, потому что зеленое. Так, ну ясно. Ну ладно. Это мужского трава. Да? Ясно. Обалдеть, не знала. Овощные консервы где тут. Сейчас найдем. Не вижу я. А, вон они впереди. Ну, тут всякие, как всегда. Горошек, фасоль, густо-мусто. О, вот это не это густо, недавно, кстати, было. Спешка ботулизм. Как это? Ботулез? Ботулизм, как это называется? Ботулотоксин, когда впадает в организм человека. Рассольник в баночке. Прикольно. Но что-то так не бывает. Так, ну ладно. О, пришли сейчас к гимнастике. Маску опять заливает полный атас. У меня ноги мокрые. Ну, когда ливень начался, он начался за час до гимнастики, уже было поздно отменять. Там отмена за три часа до. Вот. Ну и что делать? Куда деваться? Вышли. Эльдару надели эти сапоги резиновые, дождевик. Себе надела джинсы и эти, как их, кроссовки. Думала, чтобы ноги не замочить. Ага, не замочила. Эльдарик, что ты хочешь? Неси сюда, неси сюда. Вот. Короче, пришла. Ну, хорошо хоть тепло. Ну, это, конечно, не помогло от слова совсем. То есть, вообще, на обратном пути там еще залило. Мы ездили ближе к Южному Бутову на гимнастику. Там с этих дорог водопады, а ближе к этим бордюрам там просто реки, 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 моря и океаны. У меня ноги по коленам мокрые. Эльдар, конечно, хоть бы хныль. Но все, сейчас будем, короче, ужин готовить и греться. Эльдар, иди сюда, не бойся. Вот. Нормально себя чувствуешь? Не замерз? Семка нет. Семка моя около комода. Где телевизор. Вот. Сейчас у меня на ужин я решила, что не буду готовить. Я чего-то так устала. Я сейчас делаю разовесие сомы, полью ее соем соусом, добавлю кунжут и сделаю салат себе овощной. Вот это прям будет супер ужин у меня. Сегодняшний помидор азербайджанский, который я купила, это было просто вау. Отвал башки, пушка бомба, супер-купер. Прям вот это тот самый вкус южный, который я привыкла к помидорам. Где моя зарядка для телефона? Так, вот. Сейчас будем с вами готовить салатик и трындеть. Зарядка? А зарядка тут у меня торчит. Окей. Все, поехали. Вот из такой красоты у меня сегодня будет салат. Алена опять у меня увеялась куда-то гулять. Подождем. Я надеюсь, что она сидит у своего друга в гостях. Она там уже со всеми подружилась, с семьей сего. Они на дачу ее зовут с собой. Я говорю, ну, мам, если позвонит, я пообщаюсь. Вроде адекватные там родители. Вот, короче, хочу что сказать. Я когда шла сегодня под дождем, я иду. Эта молния громыхает, гром гремит, льется там вообще. Потоп, потоп всемирный. И я думала, а вот если я сейчас вот иду, иду, и тут бац, и молния в меня шибанет. В Балашихе, по-моему, недавно так погиб чувак. Я даже видос видела. Шел под зонтиком под дождем, и молния прямо в зонтик, и он бум, упал, и все, как подкошенный. Как подрубленный. Вот. Короче, страшно. Те, которые детей одни воспитывают, вы как с этим страхом справляетесь? Я наверняка, он у вас есть. Вот так, что со мной случится, а что здесь, не будет. Ладно, Алена, она еще, ну, большая. А Эльдар? Ему 7 лет только. Короче, страшно, капец. Я старалась все эти моменты, когда вот это все гремит, громыхает, обходить. Идти куда-нибудь рядом с таким местом, которое, если что, примет удар молнии на себя. Что прям совсем по открытой местности не идти. Я на всякий случай все свои пароли, все это в определенном месте храню, что если что со мной случится, не доставлять никаких проблем. Это я вспомнила, как у меня коллега попала в теракте. Она была в кругу сети холи и попала, она была пострадавшая. Долго была она больничная после этого. Вот. И она писала, я вся в телеканале скриншотку. Ой, извините, я вас шатаю. Скриншот с ее сториз в ватсапе. Ее, видать, все задолбали звонками. Писали, звонили, как что. И она выложила сториз в инстаграме, в ватсапе. Ну, там статус, не сториз-то, статус называется в ватсапе. Что типа, со мной все нормально, сейчас в больнице. Пока там шел обстрел, успела уже мысленно со всеми попрощаться. Там деньги перевела. Короче, тоже такая мама ответственная, что если что-то случится, то значит надо позаботиться, чтобы у твоей детей не было потом проблем. Вот. Ну, короче, с одной стороны страшно, а с другой стороны, ну, все мы под Богом ходим, ничего не сделаешь с этим. Ходить всего бояться тоже. Конечно, нельзя рисковать попусту, просто так. Но и, вставляться не надо, но и трепетать от каждого звука молнии, ой, звука грома, от каждой молнии шарахнуться, это тоже не дело. Вот, короче, так и живем. Укроп такой хороший я взяла в этот раз, но он почему-то совсем не пахнет. Только если вот прям его нюхать. Здесь обычный укроп такая ароматная трава. Может, просто я уже привыкла и не это самое, не замечаю. Так, все, сейчас с обувью себе разогрею. Красота какая, глядите. Сказка. Сейчас майонезик добавлю, посолю. Или масло горчичное добавить, не знаю, сейчас решу. Вот он мой ужин красивый. Все-таки я майонезик добавила, не хочу я масло растительное. Это оно хорошо с картошечкой, а с салатиками лучше майонезик. Как-то вот я привыкла. Это вот дело, мне кажется, привычки. Кто любит со сметаной, кто с майонезом, кто с чем, кто с маслом, кто любит покрупнее, чтобы было нарезано куски, кто помельче, кто петрушка, кто укроп. Короче, кому что. А в эту я решила, у меня осталось тут чуть-чуть фасоли с овощами. И мы сейчас туда ее бахнем, да? И будет просто бомба. Пушка-бомба, как я говорю. Отвал башки. Что там еще там? Мне пишут, что их возмущает, как я говорю. Вот так вот будет. О, вот это да. Супер-пупер. А, еще я говорю, обалдеть. Обалдеть, красота. Короче, я все свои словечки вспомнила. Вот это да. Вот это сейчас я как наверну. У меня тут мистер Варламов вещает умные мысли какие-то. Что там, что произошло у него? По воскресеньям выходит. Я по воскресеньям успеваю смотреть. Он там снимает на два с лишним часа. Я так фоном себе включаю. Так, ну все, сейчас я буду кушать. Еще немножко с вами потреплюсь, пока ем. У меня почему-то, ну, у меня, короче, подруга сейчас... Ой, у меня вся вилка в этой фасоли. У меня подруга сейчас взяла себе отгула. И мне не с кем потрендеть вообще. Я привыкла. Я люблю, как это... Я шучу всегда, что больше всего на свете я люблю болтать. И на моей работе мне за это еще и платят. Очень удачно, я считаю. Надо это посолить еще. Где моя соль? Сейчас соль найду, подожди. А соль она лишнюю сладость дает. Надо было этот все-таки... Своего соуса добавить. Ну ладно. Вот, подруга, короче, моя на этом самом. Она в отгулах вся. А я работаю в Путелеца. Приезжаю на работу. Там разбираю. Мне говорят, типа, что вы, учителя, на работе делаете в каникулы? Да нафига работаю, если что. Документы разбери. Вот те самые отчеты сдай. Но я еще, если честно, занимаюсь. Знаете чем? Я преподаю английский язык. И от того, что я все время общаюсь с школьниками, у меня язык проседает. То есть, когда ты долго не тренируешься, у меня разговоры на ухо я имею в виду, у тебя постепенно какие-то слова выскальзывают из памяти, и они уходят. То есть, ты их не употребляешь все время, сложным языком не разговариваешься, стараешься на простом языке, говоришь, что у тебя дети понимали, да? Вот. И уходят. Особенно это у тех членов, которые специализируются на началке. Вот это постоянные. I am, you are. I feel good, he feels good и прочее. И ты уже забываешь. Вот я села объяснять детям каузативную форму с продвижным залогом. Я поняла, что мне надо обновить ее в памяти. Полезла, обновила. И такая, да, вот так вот это делается. Вот. Некоторые слова забывают. Поэтому я на работе сейчас делаю так. Я подписана на канал одного дядечка, который готовит к экзаменам. К тембрическим, к TOEFL. И он там рассказывает лексика, какая бывает на этих экзаменах, как отвечать на то, на это. И я его слушаю, умные мысли записываю себе. А что, это же имеет отношение к работе, правильно? Я же не для своего удовольствия слушаю. Нет, ну, мне кажется, для своего удовольствия мне нравится. Интересно. Он еще такой типичный, такой брит, бритиш. Про изношение утипичное британское. Я хоть послушаю, а то я не могу эти американские фильмы, все вот эти особенности их. И везде они и в рилсах, и в шортсах. Везде американцы рулят. И везде вот это американское произношение. Если британцы встречаются, я привыковала к глоток свежего воздуха. Именно британские и английские, они же разные по произношению, по словарным запасам. А длинные видео, когда я работаю в рабочие дни, мне смертнее когда. А вот на каникулах я английский свой потяну. Прямо отлично, я считаю. Вот. Ну все, короче, я буду кушать. Я с вами еще прощаюсь, мы еще с вами потрудим немножко в конце. Вот. Приятного аппетита мне. Если кто-то со мной кушает, вам тоже. Всем приятного аппетита.